Нурсултан не мой город, Токаев не мой президент, Дорига не мой спикер Сената Парламента, у меня есть выбор. Нурсултан не мой город, Дорига не мой спикер Сената Парламента, Токаев не мой президент. Именно об этом челлендже, друзья, мы будем говорить в сегодняшнем выпуске. Но прежде хотел бы вам порекомендовать, друзья, Международный круизный клуб. Что это такое? Наверняка вы мечтали или думали о том, чтобы совершить, к примеру, кругосветное путешествие на круизном лайнере. И естественно, вы наверняка понимаете, что цена на такой круиз будет ого-го какой. Так вот, если вы станете членом Международного круизного клуба, то цена на любой из 5000 круизных маршрутов, друзья, для вас будет в два раза дешевле. Более того, если вы приведете с собой еще 5 человек в этот круизный международный клуб, то любой из 5000 этих круизов для вас будет совершенно бесплатно. И это говорит еще во многом о том, что вы можете очень хорошо подзаработать. Номер ватсапа, инстаграм, сайт и ютуб-канал, все я это оставлю в описании под этим видео. Обязательно заходите, задавайте свои вопросы. Я более чем уверен, что здесь вы можете хорошо заработать и еще хорошо отдохнуть. В два раза дешевле, чем в любом месте, друзья. Можете спокойно зайти в интернет и проверить мои слова. А мы начинаем. Итак, друзья, вы видели в начале ролика девочку, которая просто голосит. Красивую девочку на самом деле. Я заблюрил ее лицо, чтобы не было никаких вопросов ко мне по авторским правам и т.д. и т.п. Она говорит, Нурсултан не мой город. Дарига не мой спикер. Токаев не мой президент. Давайте пройдемся по всем этим трем позициям. Ведь это челлендж, челлендж, который запустили сейчас в Казнете. Кто запустил, мы поговорим об этом чуть позже. Итак, Нурсултан не мой город. А чей он город? Чей он город? Знаете, вот я вышел, прогулялся по своему району своего города, Алматы, специально, и сделал опрос. Вот здесь вот будет ссылочка на этот выпуск. Посмотрите обязательно, что думают обычные граждане. Итак, я опросил 14 человек. Из 14 человек, 6 человек сказали, мы не против переименования города Астана в Нурсултан. Четверо человек сказали, мы против. И четверо сказали, ну нам как-то это самое, вообще фиолетово. Переименуют, не переименуют, да вообще поровну. Я себя отношу именно к этой категории воздержавшейся, так скажем. Мне все равно. Переименуют, уже переименовали, ну ладно. Ничего со мной не случилось. Да, конечно, потратят огромное количество денег, чтобы это вот все законно оформить. В международном сообществе это все, чтобы было вот Астана в Нурсултан. Конечно, много денег. Но наши, знаете, чинуши, они найдут способ и по-другому эти деньги своровать. Пускай лучше так вот уйдут. Но это мое, опять же, субъективное мнение. А тот момент, что Ахмула в свое время была переименована в Астану, и все молчали, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Итак, Токаев не мой президент. Второй, так скажем, тезис этого челленджа. А чей он президент, друзья? Чей? Ведь это было все в рамках Конституции. Ведь он свой пост покинет в апреле 2020 года, как написано у нас в Конституции, друзья. То есть, опять же, я не вижу смысла вот в этом. Токаев не мой президент. А чей он президент? Он мой президент. До апреля 2020 года. Нуштан Абишевич Назарбаев был выбран на должность президента законным образом. Лично я ходил и голосовал за него. Я скажу вам более того. В тот момент, вот последние выборы, Нуштан Абишевича, в Фейсбуке было дофига фотографий о том, вот с бюллетенями я проголосовал, я проголосовал за Нуштана Абишевича Назарбаева. Море было. И я такую фотографию запостил. И не надо говорить то, что вы не голосовали. Я более чем уверен, что 99% всех тех, кто смотрит мой канал, наверняка голосовали за Нуштана Абишевича Назарбаева. И естественно, по Конституции он складывает в себя свои обязанности. И следующим назначается вот представитель Сената, Касам Жумар Токаев. Это все по Конституции. Законно. То есть, чей он президент? Я вам скажу, чей он президент. Мой президент. Если не ваш, тех людей, которые не уважают Конституцию, пускай будет не так. Двигаемся дальше. Дорига не мой спикер Сената парламента. А чей я на спикер Сената парламента? Это должность неназначаемая. Это должность, выбираемая сенаторами. Они выбрали ее. Ну, в чем тогда проблема? А я вам скажу, в чем проблема. Проблема в том, это постыдная, на мой взгляд. Те, кто больше всего сейчас об этом кричит, больше всего вопит просто, знаете. Это люди, по большому счету, которые раньше молчали. А вот сейчас вот Нурсана Абишевича Назарбаева не стало. И у них прорезался голосок. Это хорошо. Это окей. Но, друзья мои. Вы Конституцию читали? Республики Казахстан. Вы понимаете, что вы вообще несете? Какой бред вы несете? Ведь у нас вы, по большому счете, выступаете не против Нурсултана. Не против Дориги. Не против Токаева. Вы выступаете своей безграмотностью против Конституции. Я понимаю, что этот челлендж был, это заказной челлендж. Но ведь он был рассчитан, как раз таки, вам не кажется, на вашу глупость. На вашу необразованность. Скажут, да давай сделаем. Вот сейчас вот под этой толпой, под этот шумок, то, что вот народ начнет говорить, у него прорежется голос. Скажут, то, теперь я могу, оказывается, говорить. Вау, Назарбаева нету, все, тирания закончилась, давай-ка теперь я начну говорить. Но ведь вы же глупость свою показываете, необразованность. Вы тогда конкретно выйдете и скажите, я против или это не моя Конституция. Вот тогда это будет иметь какой-то смысл. Но сейчас это не имеет никакого смысла. Абсолютно. Это показывает вашу неграмотность. Это мое субъективное мнение. Я еще раз говорю, что эта вся акция, этот челлендж запущен еще раз нашей оппозицией. И он как раз таки был, на мой взгляд, рассчитан на то, что наш народ схавает это. Схавает так, почувствует эйфорию, что вот, оказывается, можно. И начнет творить глупости. И, к сожалению, так и произошло. Жду ваши гневные комментарии. Комментарии пишите. Но, предупреждаю, оскорбления у меня не приветствуются. Таких комментаторов хреновых я буду просто-напросто блокировать. А так, давайте пообщаемся. Это интернет, это свобода слова. На этом у нас все. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. С вами был Сула. Всем пока. Салам алейкум. Ари ведерчи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok